Спустя 18 дней после жестокого убийства пятилетней девочки из Таджикистана, убийцу хотят признать невменяемым. Об этом пишет Азия Плюс со ссылкой на отца девочки Абдусалома Саидова. Мне сказали, что за ним стоят довольно весомые люди, в том числе его сестра. Они и хотят для него состряпать решение о его невменяемости. Но сами подумайте, если он действительно был таковым, то как он прошел службу в армии или получил водительские права? Ведь при получении водительского удостоверения и при принятии на службу в армии, то доктора же все проверяют. Кто эти все документы выдал, сказал отец убитой Хуайды. Также Абдусалом Саидов пожаловался на бездействие сотрудников полиции в момент исчезновения девочки. Все заподозрили Александра Семина в исчезновении девочки. Однако сотрудники полиции, прибыв на место преступления, отказались открыть дверь и проверить квартиру. Ведь возможно, я бы спас дочку Хуайду. Также он выразил благодарность единоверцам, которые в те тяжелые дни оказывали всяческую помощь и не оставили их в этой беде. Кроме того, Саидов отметил, что именно благодаря финансовой помощи со стороны мусульман их семья смогла перевести тело дочери в Таджикистан. Однако отец убитой девочки отметил, что никакой материальной и моральной помощи не было ни со стороны посольства Таджикистана в России, ни со стороны российских властей. Напомним, что по данным правительства Таджикистана, ежегодно на родину в цинковых гробах возвращаются около тысячи граждан. А по оценке председателя общероссийского движения, таджикские трудовые мигранты Карамата Шарипова, более двух тысяч граждан Таджикистана и около 300 граждан пропадают без вести. Правозащитники отмечают, что бесправное положение трудовых мигрантов из Центральной Азии и России и полное безразличие к их судьбе со стороны правителей стран региона являются причинами такой плачевной ситуации.